Не снижать качество образования в условиях сельской школы и сохранить достойную оплату труда учителя. Об этом говорили педагоги школы Велико-Височного на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта. Илья Иванкин посетил одну из самых крупных сельских школ и рассказал об особенностях новой системы оплаты труда работников образования. Первый и третий классы ходят на уроки физкультуры вместе. В двух группах обучаются всего семь человек. Нагрузку получают согласно возрасту. Старшие приседают 30 раз, младшие 15. А вот в пионербол учатся играть вместе. Правда, две полноценные команды собрать не получается. Приходится играть неравными силами. Учитель физкультуры, а в недавнем прошлом директор школы Евгений Канев говорит, С каждым годом количество первоклассников уменьшается. Из-за этого классы приходится совмещать, что ведёт к снижению нагрузки. Так, совмещенные уроки физкультуры первого и третьего классов – минус три рабочих часа для учителя. Сегодня практически все педагоги работают на полторы ставки, чтобы получать приемлемую для села заработную плату. Но после введения новой системы оплаты труда сохранить прежний уровень не удаётся. Особенности новой системы оплаты труда стали главной темой на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Илья Иванкин рассказал, что по новой системе оплаты труда работают уже все образовательные учреждения России. Ненецкий округ присоединился к регионам в числе последних. Вот у вас школа сельская, она малокомплектная. У вас ограниченное количество детей, меньше сотни, по-моему, у вас обучается. Понятно, что если школа является малокомплектной, то там зарплаты будут чуть ниже по сравнению с теми зарплатами, которые имеют городские школы. Потому что с этого года округ перешёл на нормативно-душевое финансирование. Чем больше детей в школе, тем больше зарплаты педагогов. В ответ на разъяснение педагоги сетуют. Условия жизни сельского и городского учителя кардинально отличаются. Приходится каждый день топить печку, есть проблемы с питьевой водой. Дорога в Наринмар обходится в 3000 туда-обратно. Сегодня школа не испытывает проблем с кадрами. Учителя приезжают работать из Наринмара, Архангельска, Краснодара и Белгорода. И, как говорят сами учителя, многие останутся работать и при сниженных заработных платах. Чего, конечно, бы хотелось избежать. Илья Иванкин объяснил, сегодня финансовое положение округа таково, что средняя заработная плата снижается по всем отраслям, в том числе в органах государственной власти. А увеличивать заработную плату можно за счёт стимулирующих выплат. У вас практически весь стимулирующий фонд уходит на стажилы. Такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Всё-таки надо стимулировать и повышение квалификации, надо каким-то образом поощрять молодых педагогов. Также на собрании озвучили давнюю проблему школы. Уже который год не выделяются средства на участие школьной команды в городских и окружных соревнованиях. В прошлом году Евгений Канев вывозил детей в Наринмар за свой счёт. Самостоятельно организовал проживание и питание. В этом году потянуть такие расходы уже не сможет. Но понимает, ребятам нужно оценить свой уровень на городской площадке. Илья Иванкин пообещал узнать о возможности выделить школе средства на ближайшие соревнования. Они начнутся 20 марта.